Приветствую вас! Вы знаете, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, в каком состоянии вы находитесь. Вы находитесь сейчас в состоянии отчаяния. Состояние отчаяния, состояние тупика, состояние безысходности. И это состояние, оно скорее всего вам знакомо. Оно вам знакомо по ранее, ну по ранее происходящим ситуациям с вами. Я думаю, я полагаю, что вы периодически чувствуете себя в этом состоянии, в состоянии отчаяния, в состоянии из-за тупика. И вам отчасти, именно отчасти, это состояние скорее всего нравится. Или, по крайней мере, приносит какую-то выгоду. И отсюда первая рекомендация. Вам необходимо для себя увидеть те выгоды, которые вы получаете, находясь в этом состоянии. Именно выгоду. То есть, понятно, что вам не нравится это состояние. Понятно, что оно вызывает у вас негатив. Понятно, что это состояние для вас нежелательное. Это все безусловно понятно. Но, поскольку вы в этом состоянии находитесь, то значит, оно вам для чего-то нужно. И вот то, для чего вам это состояние нужно, какую выгоду вы получаете, находясь в нем, нужно выяснять. Так или иначе. Это первый момент. Второй момент. Вы пишете о том, что мама ненавидит вашего барня, так как считает, что ваша первая беременность сорвалась из-за него. Ваша мама, скорее всего, ненавидит вашего барня не из-за того, что у вас сорвалась беременность, а просто потому, что ненависть редко бывает обоснованной. Вообще ненависть это личное чувство самого человека. Не больше, не меньше, не меньше. Поэтому, если ваша мама ненавидит вашего парня, то, поверьте мне, ненавидит она его не за что-то, а просто так. Вот просто потому, что он такой есть. И никуда от этого не деться. Как бы вы не хотели. Поэтому, либо вы здесь смиритесь с тем, что мама его ненавидит. И, в общем-то, любить она его и не должна, по крайней мере, я так думаю. Либо вы будете постоянно находиться под ее давлением, под ее гнетом, под ее, скажем так, ну, например, под ее мнением, которое всегда будет оказывать на вас давление. Если вы этого не хотите, то я рекомендую вам оставить мамину ненависть, а именно ей самой. А вы сами, если любите своего, значит, мужчину, вот, вы сами, просто-напросто, значит, действуйте по тому принципу, по тому пути, что вы выбрали для себя сейчас. Потому что, еще раз повторю, вы живете с парнем, а не он с мамой. Дальше. Как это видится мне, проблема кроется также в том, что вы беременны второй раз, при том, что у вас нет своего жилья, и при том, что вы не женаты. То есть, отчасти, ваша проблема, проблема, проблема того, что вы не знаете, что вам делать, кроется еще и в этом. И это нужно все только понимать. То есть, проблема в ответственности за то, что вы делаете. Да? То есть, если мама, допустим, негативно относится к вашему мужчине, и если у вас нет возможности жить вместе, да? Допустим, сейчас, то совершенно непонятно, по какой причине вы беременеете. То есть, по какой причине вы отягощаете себя еще большими проблемами. Вот. Это вопрос того, за что вы ответственны. Вот. Да? Понятно, о чем я отвечу. То есть, смотрите. Вы говорите, что, так, сейчас я снова беременна от него, мать посылает на аборт, уходить пытались, вернулись назад, не хватило денег, нас обокрали. Его родители также против наших отношений за мою маму. Вот. Не очень понятно, да? Не очень понятно. Вот. Что это значит? Вы уходить пытались, вернулись назад и вас обокрали. То есть, это, опять же, безответственно. Вот. Я думаю, что нужно каждому из вас учить соответственность. То есть, дело не в том, обокрали вас или нет, а дело в том, как вы себя обеспечиваете. И зачем вам ребенок? Вот. Ну, именно вам. Именно вам и именно сейчас. Вот. Понимаете? Я предлагаю, что так. Потому что складывается ощущение, что не вы, не ваш молодой человек в себе до конца не уверены. И именно поэтому у вас и есть эта проблема. Ибо, еще раз повторюсь, неважно, неважно, кто против ваших отношений. Неважно, против ли вообще кто-то в ваших отношениях. Важно то, чего хотите вы. Вы пишите, я не знаю, что мне делать, что делать, чтобы что. Определитесь с целями. Я очень хочу этого ребенка. Зачем? Знаете, зачем? Вам определенно рано, потому что вы учитесь еще. Вам определенно рано ребенка. У вас нет своего жилья, нет своего угла, нет работы. Да? Вот. Это и называется безответственность. То есть вы ставите себя в позицию тупика. Вот. И этот тупик, да, он, еще раз повторю, значит, вам чем-то полезен. Вот. Поэтому я полагаю, что исследование, исследование вашей проблемы начинать нужно именно с этого. Да? То есть как вы воспринимаете ненависть мамы, чем это, как это лично для вас, чем это лично для вас значимо. Вот. И ваше желание получить одобрение, одобрение ее. Вот. Далее, далее, значит, исследовать ответственность, исследовать ваши цели, для чего ребенок вам нужен. Вот. То есть как бы, почему вы так сильно его хотите. Вот. И, ну, собственно говоря, вы говорите, что у вашего парня проблемы, да? Вот. тоже как бы к этому, к этому относитесь. То есть у меня такое ощущение, что вы ждете одобрения окружающих. Вот. Вот. Одобрения окружающих, значит, того, что вы делаете. Вот. И... Это важно. Это важно. Это неуверенность в себе и заниженная сумасшинка. Вот. То есть тут нужно делать выбор. Либо вы сейчас с молодым человеком собираетесь и активно начинаете работать, снимаете какую-то, какую-то квартиру, да? То есть вас обокрали в плане денег, да? Потому что это все-таки какой-то такой, ну, заранее заведомо, заранее заведомо фиксируемая сумма, вот. А с вас именно благоход. Вот. И если вы не готовы обеспечивать себя сами, да, если ваш мужчина не готов себя обеспечивать, вас, и себя, и вас, то вполне вероятно, что ребенка вам все-таки еще рано. Вот. А... Иногда, иногда, бывают такие случаи, а я не говорю о том, что это ваши случаи, но просто, ну, бывают такие случаи иногда, что ребенка, ребенка хочется, да, хочется ребенку. Именно, а, для того и именно потому, а, что не хватает любви, любви, а, не хватает любви именно, а, к себе, к себе. То есть, вы не чувствуете себя, грубо говоря, любимой, да, вы не чувствуете себя значимой, вы не чувствуете себя какой-то, ну, ценной, полезной, интересной, а, может быть, а, вот. И ребенок, таким образом, а, используется вам для вот этих, вот этих целей, чтобы, чтобы восполнить, а, то, с чего у вас, там, грубо, ну, грубо говоря, может не хватать, например. Вот. Вот. Опять же, а, хочу сразу повторить, повторить, сразу уточнить и напомнить, что я, а, не утверждаю сейчас наверняка. Я просто говорю, что ваше желание, а, иметь ребенка, оно имеет подоплеку. То есть, вы говорите, что я хочу этого ребенка, да, вы говорите, как бы, что я его хочу. Но, понимаете, то, что вы хотите ребенка, да, это ваше желание. А вам необходимо нести ответственность, ответственность нести за него, за ребенка. То есть, он родится, да, он родится. И в каком мире он будет, грубо говоря, жить. Где он появится. В каких, в каких обстоятельствах, условиях он появится. Это важно, будет ли ему хорошо. Понимаете. Поэтому, если вы хотите ребенка, то нужно свои желания проанализировать. Их всегда можно, скажем так, оптимизировать несколько. То есть, привести ваше желание, привести ваше желание в некую такую, более, скажем так, приемлемую, достижимую цель. Более приемлемую, достижимую форму. Чтобы можно было, ну, скажем так, без лишних потерь, да, и без лишних, скажем, жертв реализовать то, что вам, допустим, хочет. Да. То есть, вот, если вы подумаете, для чего вам ребенок, вот. Ну, просто, если подумает, вот. Я уверен, что, что к вам придет ответ. Я не, я не уговариваю вас сейчас, например, делать аборт. Да, я считаю, что подобные вещи решаются только вы. Я лишь хочу, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, что происходит. То есть, больше включали именно вот взрослую позицию такую. То есть, вы больше включали именно взрослого. И по-взрослому анализировали то, что происходит, а не с позиции ребенка, как это происходит у вас сейчас. Да. То есть, с позиции, там, щепла какого-то, да. С позиции, с позиции, с позиции какого-то тупиковости. Вот. С позиции того, что я не понимаю, что делать дальше. Понимаете? Ну, объективно, если вы хотите быть родителем, да, если вы хотите быть родителем, то вам нужно знать, вам нужно знать, что вы будете делать. И как вы будете делать. Вот. А если вы не знаете, если вы оказываетесь, периодически, вот, в тупиковых ситуациях, то вам нужна поддержка самой. И уверенность нужна в себе больше еще пока. А это значит, что до ребенка вы не созрели, не созрели еще. Вот. И это, в свою очередь, означает, что сам ребенок вам нужен, да, для каких-то других целей. Вот. И лучше будет, если вы эти цели своих-свои будете знать, да. А пока то, что вы, а, то, что вы, вот, спешите, да, то, что вы поропите, а, пока, пока что, пока что это вам только, вредит. Вот. Хотите вы этого, так или иначе, или нет. Понимаете? Вот. Я думаю, что, примерно так можно вам ответить на ваши вопросы. То есть, а, моя основная рекомендация заключается в том, чтобы вы прианализировали, что вы делаете, для чего вы делаете, вот, а, с какой целью целью. Вот. И так далее. Потому что, для ребенка нужно быть готовым. Для ребенка нужно быть, нужно обладать определенными качествами, вот. которых я у вас, к сожалению, к сожалению, да, не увидел. Вот. Дело, дело здесь не в том, что вы какая-то не такая, а в том, что, а, скорее всего, просто, еще не пришло время. То есть, скорее всего, вы просто еще не готовы. Вот. С другой стороны, вы можете, а, вполне спокойно стать мамой. Вот. А, но только при условии, если, а, будете четко следовать своим целям, которые у вас. А, вот. Понимаете? А, и при этом, не будете обращать внимание на какие-то вещи, а, которые вас, скажем так, вбивают, да, которые вас, а, которые вам, а, мешают. Вот. И я полагаю, что так вам можно ответить на ваш вопрос. На этом все. А, надеюсь, что помог вам. А, если у вас остались, а, дополнительные вопросы, пишите уличку. Буду рад помочь. Я думаю, что, а, вам сейчас, а, требуется поддержка. А, требуется, а, спокойно, спокойно все зависит. И, а, принять, принять решение, а, такое, чтобы оно устраивало, было бы и вас, и вашего парня. Вот. И, а, возможно, дать затем вашу маму. Вот. Хотя и, понятно, что это, ну, не так важно. Вот. И я думаю, что это решение можно найти. И далее, выработав его и поставив соответствующие, а, цели, да, вы сможете уже, а, двигаться дальше, а, вперед, самостоятельно. Вот. А, не обращаю внимание, а, на, какие-то, избивающие моменты. Вот. Значит, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А, я желаю вам всего самого доброго и удачи.